В ночь с 14 на 15 июля 2023 года ВК Summer Stage Будем тусить дико по хип-хопу, по бум-бэпу Доп-90, Паша Техник, Синицын, вся банда Юра Мезер, блин, поорём вообще знатно Приходите и вы, дух провинции прилагается До встречи, друзья Субтитры сделал DimaTorzok На рогами, на атрибутике, на шнурках, на всех делах Вон на том перекрёстке, я чуть не сбросил под автобус Мы были малы, сильно А он был с кином? А он уже был с кином, да, уже дружил с каким-то Частая история, когда ячейки радикальные образовывались Это какой год примерно? 96-й Образовывались при спортивных залах Например, физрук, есть в школе, да, какой-нибудь? И он там какой-то такой чел, вокруг него начинают собираться У меня вот ностальгия, короче, когда я занимался футболом Торпедой сделал Нам когда было лет 9-10, там дальше будет храм И там вот ребята с такими ботинками стояли просто С идейными Да Идейные ботинки Название для группы, кстати Отличное название У меня был кореш Стасон, он, короче, ну, с района И мы с ним когда после тренировки всегда шли У нас большая компания такая была Все в экипе, торпеда Зил И он этих ребят очень сильно любил Э, говноеды там, знаешь, постоянно еще И потом нам дружно приходилось делать кросс После тренировки дополнительной Ребята очень бесились, что постоянно нас не могли догнать И сколько, Антон, тебе было лет тогда? Всего лишь 9 А пацанам? А пацанам гораздо больше Парни, отращивать бороду лучше летом В теплое время кровообращение в коже лучше Волосы растут, как вы видите, быстрее Но еще лучше делать это с активатором роста бороды Бирдман Тем более у парней сейчас проходит акция Покупаешь два флакона Бирдмана И получаешь третий в подарок Выгода более 1000 рублей А курса хватит до конца лета Гайф? Акция закончится уже сегодня вечером Переходи на аккаунт пацанов из Бирдман И закупайся выгодно Ссылку я оставил в описании Когда мы были молодыми Это было так давно Что я не помню ничего, что было раньше Все равно я продолжаю жить и жить Хотя на половину друг Мама говорила, когда еще жива была Типа, смотри, говорит, скоро автозавод станет центром Вот он уже стал центром фактически А, скажем, лет 25 назад В эту часть автозавода я не ходил вообще принципиально Тут торпеда Тут немножко люди с другими интересами И есть вероятность отсюда, если вернуться, то, допустим, на одной ноге Или не вернуться вовсе В 90-е все были отчаянные Дрались чем попало Вот это БЧП Вся перда И, соответственно, просто ты получаешь... Я иду сюда Да-да-да Да, это всю дорогу А тема, да? Всю дорогу Даже там, на местности, где я жил, на Трофимово Это было в порядке вещей То есть Если ты такой какой-нибудь, например, любитель каких-то субкультур Не обязательно ты там по рэпу Ты можешь по чему угодно там угорать Если какие-то внешние признаки у тебя присутствуют И ты там что-то надел на себя Будь любезен, поясни 93-й год, как раз самый-самый-самый пик Коммунизма Ну, можно так сказать Самого пиздеца То есть окончательный демонтаж государства предыдущего И все это вот через это Шарахались люди вооруженные Прямо вооруженные, ну, огнестрелами боевыми В этот момент где-то на Пресне, соответственно, там уже вообще бронетехника ездила во всю То есть вот эти кадры, они уже облетели весь мир С таким удовольствием СНН это снимала Со всех точек, сука Как будто знали, блять Ладно, вот Ну, это, ну, натурально, то есть как будто парни готовились Так, значит, у нас сегодня танки приезжают Снимаем оттуда, оттуда, оттуда Да, план берем этот Ну, кадры же они есть, они есть повсюду до сих пор The Russian parliament burning set on fire as the Russian army was called to suppress an armed revolt Led by hardline opponents trying to overthrow President Boris Yeltsin Вот это вся хуйня и была, то есть сидишь дома Мне в тот момент было лет 13, в 93-м Ну, конечно, мне пиздов сразу от матушки Типа, ты куда-то собрался-то, там просто стрельба Все, сидишь на районе, на подъезде, вот так вот выглядывая А вот в это время, когда вот танки ездили и все такое Уже были субкультурные какие-то движения? Разумеется, а ведь это все шло параллельно То есть полилась сюда вот эта река Открылся канал Super Channel По которому просто не устану от Пола Маккартни до Джорджа Майкла Просто все в мозг, а ты сиди и выбирай Ну и кто что выбрал, ну теперь понятно Решили вам показать, в очередной раз хотели зайти на Эдуарда Стрельцова А Эдуарда Стрельцова, походу, больше ты и нету Остался забор, вот я там вот в эту дырку-то и пролезал на тренировках Смотри, слева это калитка, нет? Закрылся, да Вот так вот Ну, значит бамбук Открыться здесь Тогда достаем, все в цветах Все как положено, время 12.41 Помянем, помянем, достаем спиртные напитки, помянем Зачем вы задевали старших скинхедов? Ну это просто было весело, ну нам казалось так Просто они стояли сюда угрюмые немножко Ну ты же любишь сам торпеду Конечно, я за торпедой, ты что, я за торпедой Шесть лет почти отыграл, два года вообще капитанил Десяточка у меня была с машиночкой вот эта вся Черная, зеленая, зелая форма Зил? Зил, конечно, торпеда Зил, короче А я квартиру снимал у одного из тренеров торпеды В Орехово Вот посверка тревожная, конечно, была Ну в целом, но не потому, что это конкретно было здесь Это, мне кажется, было везде От наших районов Да, 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 причем чем дальше от центра, тем она тревожная То есть в каких-нибудь береглях или на Красногвардейской То есть, ну... Катастрофическая тревожная Были места, где натурально просто, ну я думаю, есть до сих пор Но тогда и тем паче Как и здесь Просто были места, где даже не освещение, ничего То есть ты идешь просто во тьме в какой-то И неизвестно, дойдешь ли куда-то и чем это все закончится Но при этом, при всем, мы находили чем заняться И при этом не угореть и не отправиться в ад Не начать тыкать себя иголками Хотя вокруг это происходило сплошь и рядом Половина моих одноклассников, как и неизвестно где Многие пристрастились, кто-то так и не смог слезть Все, людей нет больше Какие-то вот недопонимания у вас в основном с пацанами с торпеда были? Ну, субкультурная в основном история Притом таких вот, знаешь, недопониманий, чтобы прям махаться до кровища Такого не было, потому что все равно так или иначе все знакомые Это же как деревня одна по большому счету В 96-м здесь, на местности, располагался единственный в Москве клуб, в котором играли хип-хоп Он назывался сначала Мегаденс, если не ошибаюсь Потом переименовался в Акваторию И на этом завершил свое существование там через несколько лет И вот туда собиралась вся хип-хоп-тусовка Москвы То есть вот с автозаводской тянулись вереницы людей Естественно, приезжали и другие люди В кожаных куртках с длинными волосами Или наоборот в военных куртках с короткими И вот эти все замесы происходили Но нам, мне там и еще нескольким ребятам, кто отсюда, кто типа по рэпу Нам это было, ну грубо говоря, нас пронесло, потому что мы местные Нас все в роже знают, типа ланхуй с вами Ну типа свои же там И вроде как не принято было Если мы не бьем, к нему в подъезд еще зимой пойдем Еще ссать ходить, да, поэтому да, поэтому нет Как-то нас вот проносило Но в целом здесь прям, ну здесь битвы были, блядь Можно было это наблюдать Просто люди вот так толпами друг за другом Как слоны Ну то есть, да Но оттуда как раз вся движуха и пошла Потом пошли уже эти моби-дики Там зеленые театры выступали Стало клубом в большем Да, 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 да И уже Тот же самый спутник Это был вообще как дом родной наш Спутник, да, в Лефортово, который находится Итак, друзья, лето Большое количество спортивных мероприятий Ушли на каникулы На что же можно зарядить косарик, спросите вы Наш друг Дима Ревизор Как раз подскажет вам В новом выпуске это дело На канале Игровые В новом выпуске Команда Димы подскажет На какие мероприятия можно поставить А на какие категорически не стоит Также вы найдете на этом пиздатом канале Огромное количество полезной информации И научитесь наконец-таки выходить в плюс Ссылку в описании мы прикрепили Переходите, смотрите Передавайте привет от Дух провинции Если вам контент зашел Напоминаю то, что с Димой Ревизором мы делали один большой выпуск Тоже можете пролистать Не полениться вниз И увидите видео с большим количеством просмотров Это он и есть Сколько время прошло от того Когда вы просто тусовались в этих клубах И до того момента, когда стали выступать Кстати, очень немного достаточно Ну, то есть там надо всю историю Сначала до конца рассказать Как вообще мы познакомили А вот мы и не торопимся И погнали Отлично Я познакомился с товарищем Титом Довольно большой отрезок был Потому что изначально У меня были мои одноклассники Которые стали рэпом увлекаться Я также на MTV У меня было кабельное телевидение ЮМТВ Рэп Это был батя просто ЮМТВ Рэп Когда первый раз увидел Хас Уф Пэйн Там Саприс Хилл Снуп Я спросил Даже я могу больше сказать Я спросил у матери Я говорю Мама Все знают эту историю Что Мандра на рэп отсадила мама Она говорит Это рэп Я там в шоке был Я говорю И все И вот прям с этой минуты Я говорю Да блин Это мое Погнали Да Погнали Потом встретил своих одноклассников Которые Одноклассники Тоже рэпом увлекаются И как-то так Мы сократили небольшую тусовочку Там около моей школы Тоже получали Изделия От местной шпаны И того подобное Ну надо Для справедливости Заметить Что и периодически Отсыпали и сами И после этого В ней Один одноклассник Говорит Слушай А у меня есть друзья С этого С института Могу познакомить Тоже рэпом увлекаются Даже что-то там Текст какой-то пишут Там что-то еще Я говорю Ну давайте подъезжайте К нам на райончик Что в чем проблема-то И вот тут Я знакомлюсь С тремя человечками Один из них Винт Один из них Мак И один из них Бет Тоже Берелевский И как-то мы так Все вместе Тесненько Все начали общаться Я к ним Берелеву ездил А они к нам Даже что-то А ну вот как раз Мы первую запись Услышали Студийный Не студийный Запись А комнатный Даллас Бойса Захотели тоже Что-то попробовать Там какой-то старый Микрофон Техникс Нарезка Тех же самых Минусов Как-то там Мы это все делали И после этого Как-то начали Вливаться уже Вообще В хип-хоп движение Полностью При том же Я фигурировал везде Со всеми Знакомился У меня было Это все интересно В одночасье Мы захотели Записать песенку На студии Ничего Хорошего не нашли Как нам Доктор Андрей Шатган Предложили Смысл жизни У них Который Находится Выкину Мы приехали туда И вот там Мы знакомимся Как раз Вот с этим Вот с этим И мы Вот собственно Наши знакомства Да Зима 97 Да Как-то вот так Мы до этого Мы все равно Пересекались Так или иначе У ребят Там На Краснухе Крэкина Я помню Потом Потом Мы все вместе Уже начали Как-то Объединяться Вместе Начали Тусоваться И они К нам приезжали У меня есть У меня многочисленных Фотографик Где мы Там тусы Такие Чищей по 40 Просто На подъезде Три этажа Облеплены Людьми Обычные Да Вот эти дела В юности Мне кажется Это прям Стандартная херня Но не у всех В юности Получилось Группу Создать А как Это-то Произошло Это мне кажется Все от того Что ты слышишь Сначала Фирменное На английском языке Тебя Ну Впечатляет А потом Ты слышишь Чуть Чуть менее Но тоже Фирменное На русском языке Там 95-й год Это Налетчики Бэтби Блядь Это Фундаментальная Работа Да Это наверное То что Ну Натурально Да Без шуток Без всего Небольшая Кассетка Где там Уже Очень много Рэпа На русском языке Вдруг появилось И такой Блин Получается Мы тоже Можем Даже Чем Дята Хуже Эти типы Могут Надо Пробовать Тем более Если этот Импульс Есть Но надо Его Использовать Потому что В то время Важно Помнить Большинство Людей Было Предоставлено Само Себе Ну Молодежи И Ну То есть Если ты Легко И непринужденно Вот А туда Как-то Туда Как-то Начинуло А в две струи Блин Я думаю Там и в три Некоторые Прям давали огня Причем Ну Первые Кто Самое смешное Первые Кто начинал Употреблять Героин Путем Внутривенных Инъекций Не знали Что от него Бывает Кроме шуток Никто Ничего Не знал Просто Челы Все Кайф И погнали И они Просто Ну Люди Начали на своей шкуре Понимать Что это за поебень Все Ну вообще Какой год считать От начала Я думаю Что наверное 97 Потому Вот это Это то время Когда мы уже Все твердо решили Что мы будем Записывать рэп На студиях А это знаешь как Это вот Сошлись факторы Тусовка Где много людей С кем совпадают Интересы просто И этот Что-то там Пишут Тот Что-то пих Бах Бах Бау Нифига Лестничные клетки И мне Мак дает наушники И у них уже записаны Вот эти песни Домашние Меня так разъебывают От того Что люди умеют Читать рэп Так как Это делают Уже там Какие-то Мэтры Типа Бэтбаланс То есть Они прям Не хуже При этом Сам понимаешь Что типа Бля Я что-то до них Не дотягиваю А как быть Ну и Все То есть Если кто-то Что-то умеет Надо у него учиться Соответственно Рэп меня научили Читать Вот натурально Без шуток За одну смену На Павиане 97 год Мы записывали Песню С призывами К самоубийству Кстати говоря Прости господи И Вот там Мак и Вин Просто мне Просто доходчиво Объяснили Значит так У нас полтора часа Они оплачены Бабки мы не печатаем Делаешь так и так Не вот это твое А вот Та-та-та-та-та-та-та Понял Понял Поехали С третьего дубля Все После этого Жизнь моя Не была уже прежней Тогдашний наш рэп Был очень Ну он мрачный Это прям мрачняк Если Послушать Да Пять вот этих Песен Группы Стальная Бритва Которые сделали Это прям Выжимка Самая Смерть Сатана Все плохо Ты умрешь Автозаводский Дом 4 Здесь Когда-то находилось Фотоателье Всея автозавода Время давнишнее 96 год Я рэпер Сильно И мы значит Маленькой своей Тусовочкой Мне нужно было То ли сфоткаться На там Куда-то На документы Или что-то И мы сейчас сюда Втроем пришли Я зашел Сфоткался Это занимало минут 5 И пока фоткался Смотрю Здесь из-за уголочка Трется человек В косой куртке Такой Ну металлист Явно И так что-то выглядывает На нас парит Я соответственно Своим говорю Братва Нас тут кто-то ждет Мы выходим И нас здесь встречают Значит Компания Трое Людей В Облачении Субкультуры металла И среди них Возвышается он Явно старше Выше ростом Человек То есть Вот эти металлисты Они все Померкли Моментально То есть Они как Какая-то Такая масса Вокруг И значит Стоит Скинхед Блять Оливковый бомбер Ботинки Шнурки Все как полагается Как потом выяснилось Был это Некто Дмитрий Чкалов Надеюсь Правильно помню Надеюсь Человек жив-здоров Летчик Чтобы был здоров Хорошо Писатель Писатель Явно писатель Да Чтобы пописал И соответственно Господа С веселым улюлюканем А мы что Нам по 16 лет Пиздюки-раперки Мы же миролюбивые И они нас соответственно Провожают Вот туда дальше Мимо вот этой стелы И к светофорчику Что помешало В тот момент Скинхед Нахуярить вас Скинхеду Да С его друзьями Просто толкнуть нас Под автобус Для меня до сих пор загадка В принципе Вот такие выходы Они были практически регулярные 96-97 год За милую душу То есть Ты идешь И ты не знаешь Кого ты встречаешь И чем это закончится А у Чкалова была Такая фишка Под автобус Людей толкать Так я не думаю Он просто был Для 16-летнего пиздюка Колоритный Да Это впечатляло Конечно Плюс Прежде чем скины появились Про них сначала Прошла легенда Что все пизда Дорыповались пацаны Видите человека В военной одежде С бритой головой Вам не по пути Лучше куда-нибудь Теряться И вот Ну это он помнишь Старую историю У страха глаза велики Да Все правильно Также у нас было МК по-моему Какой-то рэп концерт Там проходил В Лужниках Да Там нас Тысячную толпу Блять Маленьких раперов Блять Я не знаю Гнал Наверное От 10 до 20 Скинкредов Да Натурально Кроме шуток 10 человек Да буквально Просто Здоровых как кабанов Да Они Ну Парни собирались Они крепкие Все повзрослее И мне кажется Ну они больше куражились А Тем кто помоложе Там Заступные Не знаю Там Слышны Да Типа достаточно Скины Просто можно было Ради смеха Тогда В толпе рэперов Просто сказать это слово Бля И смотреть просто Что происходит Это прям Аттракцион Я не помню По-моему Было такое Что мы Даже выступление У нас было Блять Конечно На горбушке У нас было выступление На горбушке Мы выступали Перед Скинхедами То есть там тусили Были все Была прям Компания Горбушкинских Скинов Люди Которые там Плюс-минус Ну все время Тусовались Вот около Точек Где как раз Продавалась Американская Американский Военный шмот И да Мы читаем Рэп А тут Качали Вот мужчины Да Мы дали огня И плюс Нас было много Мне еще говорили Говорят Выйдешь Я говорю А потом Убьют же А потом По хуям Погнали Пошли Со скинами Разобрались А фанаты Как Так получилось Что здесь Ну торпеда Здесь Все кто Посещают трибуны Все плюс-минус На трибуны Ходили Ну грубо говоря Сосед по парте Ну а как Будете сраться Из-за этого Ну вряд ли И естественно Более-менее Это как-то было ровно Вот именно С теми Кто гонял на футбол Прям вот Рубиться Там Ничего подобного Не было Все по-дружески В основном Залетные Сюда приезжали Ну матчи шли Разные же на торпеда Не только обязательно С участием торпеда Зил Здесь иногда Игрались матчи Там Могли сыграть Спартак Там с ЦСКА И здесь конечно Прям Ну как будто Боевые действия Так все Отцепляется Уже тогда А это потому Что на стадион торпеда Зил Иногда Удавали Бесплатные билеты Вот эти Школьные Пачка была Я прям Привозил Рядом Видите От мэра От мэра Конечно От мэра города Только кепка Там была Ну Только Москва Еще один день Правильно Песня Вообще Правильно Она называется Еще один день Часть 2 Но это мало Кого волнует Потому что В припеве Дмитрием Исполнена фраза Новый день Снова сменит ночь За окном Поэтому всем Она прилипла Как новый день Ее вообще Приписывают Только югам Хотя это не так Эта песня С участием югов И изготовлена Мной Ну инструментал Я сделал Для нее В ней участвую я Мэф из юга Участвует Мандер на припевах И главный Инициатор Создания этой песни Группа Нонеймерс Это люди Которые Когда-то В составе тусовки Да лузбой Записали песню Еще один день Она называлась А это часть Вторая Да В которой Участвуем мы Вот приблизительно Так это правильно Ну а так Всем поебать Новый день И все И не волнует никого И снималось Это вот здесь Частично Вот в этом переходе То есть Если посмотреть клип Это все можно там увидеть То есть Третье кольцо Тот момент Когда Третье кольцо Было уже построено Ну вот Вот этот участок Но еще не запущено Поэтому мы здесь ходили Просто спокойно пешком Расскажи про смысл Смысл этого Текстов Нет Текстов Каждый В этом клипе В этих песнях И в тексте Видит свое Но она максимально приближена Естественно Ну простому обывателю Поэтому она нравится Всем От млада до велика Не важно какой-то религии И того подобное Были те моменты Что даже у меня друг Находился в Индии Сидел в придорожном Каком-то кафе И что подобное И тут у какого-то индуса Заиграл на рингтоне Новый день Он к нему подошел Спросил А что это как-то Он говорит Да я был у вас тут В Москве Студентом Мне песенка понравилась Я ее на рингтон поставил Даже так Ну как разлетелось Вообще Само даже Зачинание Вот этой самой песни Это вообще было Как-то все спонтанно Мне позвонили Мне сказали Говорят приедь Вали сюда Да Просто не волнуйся Я проезжаю вообще Никакущий Меня мурыжит Эти 4 строчки Это было долго 4 строчки 4 долгих строчки Они меня отпустили С грехом Пополам Говорят все Иди 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 дальше Похмеляйся Все Я уезжаю Проходит какое-то там Время Да я не помню Недели Или две Что-ли Не больше Я что-то приезжаю На студию Что-то взять И Меня спрашивают Ты не хочешь послушать Что это такое Что там у вас получилось Ты хуйня Чайки Даже толком Не помню Да Что был Так Хуйня Какая-то Даже не показывает Игр Мне изначально Не нравится Ну вот этот Ритм Вот этого Хип-попа У меня такой Больше агрессивный Жесткий Ухасов Бэм Мне показывают Этот трек Я тут Переосмысливаю Скажем так Тиротень Сказанное собой Да Потому что В этой же песенке Я опять увидел То что происходит Со мной Я ее забираю Я прихожу Домой Опять же Ну У меня мама рэп Слушает Я ее ставлю Я говорю Мама что это такое Хит Все Это хит Вообще Безоговорочно Я даже не знал Что так умеешь Буквально через неделю Эта песня попала В тематическую радиопрограмму Freestyle На станции 2000 Которая вещала Уже Ну сильно За пределы Москвы Все Дальше Песня Зажила Своей жизнью Но я ее вижу Тоже как Некое Ну тогда Это все Все для нас было новым И такие Нам по 20 лет В среднем Прям у нас Кураж И вот это все И эта песня И эта песня Она как Ну как венец Вот этого всего Такое наверное Она скорее Оптимистичная Мне кажется Там даже Ну Грубо говоря По истории голоса Того же самого Грубого Да Разговариваю я нормально Но иногда Могу и так История была тоже самая Обыденная Мы хотели записать Там первую песню На студию Это была моя Сформированная группа Называлась Южный фронт В который входили Там два тоже участника Келатон и Никсовый Мы репетировали дома Репетиция была обычная Все Обычный голос Товоподобное Вот приходим на студию Кит сидит за пультом Меня говорят Заходи в этот На эстакаду Да В читальню Заходи Короче И давай Свой куплет Бац И тут Я не знаю По какой причине Происходит так Что я начинаю хрипеть Я не знаю Как со стороны Других было видно Но когда я вышел Я смотрел на них Они говорят Это что такое было сейчас Да хую знает Я оставляю Да И почему-то потом Да Там начали меня сравнивать С DMX Говорят Вот у тебя такой же голос Ну а хуй Ты хрипишь и лысый Все Погнали На тот момент Я не знаю То есть Это у тебя Синхронизировалось На другой континент Просто Просто я говорю Это было все Спонтанно Не надо параллели Нам с DMX Пожалуйста Радость Мимику Оно похоже Может быть Но нет Была история Мы приходили Ну у нас рынок был На Красногваре Свободу рынку Да Везде рынки эти были Продавали всевозможные Балахоны С возможными Раперами Скажем так И был такой момент Когда мы С друзьями подошли И я просто такой Говорю О смотри Моя футболка А продавщица Поворачивается На своей футболке И такая Да Я говорю Тупак Я впервые Когда увидел Димона Тоже в каком-то клубе А там же в клубах Как Полумрак Вот это все Это отблески Он еще Видимо Только свеже Обрил голову Еще Ну мы все Все сильно Моложе Я тогда еще В очках был Да В очках И завязал Бандану вперед И в полумраке Меня Мэв толкает Говорит Бля Тупак Типа В этом Вот там Говорит За столиком Ну и вот Как туда А потом Раз На Красногвардейской Увиделись Так что Да Все 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 шло В эту точку К этой песне Само По себе Чудные дела Твои господи Нравилось то Что тебя сравнивали Или как ты К этому относился Это и стил Это и стил Это очень сильный стил Когда себя сравнивают Я блядь здесь А там блядь Там Круто Покомолис Плюс Мы когда молодые Мы же все косплеем То есть Первый Весь Ну и рок-н-ролл И панк-рок И рэп В России Это косплей Это мы видим И Манки Си Манки Ду Сейчас Сейчас это вдохновляет Да Сейчас это называется Я вдохновлялся Да Да А тогда мы просто Ступуем То есть Да Я хотел выглядеть Как мои любимые Блядь Рэп-исполнители Могу себе позволить Вот прикинь Я тоже вспоминаю Эти все времена Рассвет Вот это вот Все года Конечно же У меня не было Такой эстрады Там как у вас Даже рэперов Знакомых Исполнителей Но смысл в том Что пацаны Вдохновлялись Ваши слушатели Кем-то Придумывали себе Погоняло Там Эх какой бы мне дали А я себе не представляю Я себе не представляю Если его сравнивали с тупаком Это пизда вообще Нихуя себе Можно было ходить Да Щеголять Мать любит рэп Слушает Это вообще Друзья на концертах Мама мантра Это легендарная просто Женщина С самого начала С первого дня Друзья на концертах Сравнивают с тупаком Это Москва лайф Как не словить звезду Мы на самом деле знаем Где живет тупак Он живет где? Где? Ле-ле-на-гра-де Следующая история Вот этот район От третьего кольца Вот кусочек улицы Трофимова И до пересечения С проспектом Андропова Он всю дорогу Вот как я родился И уже знал Что это место называется Татьяна Почему? Вот мы сейчас идем Прямо перед нами Вот этот гастройбанк Помещение Уже не функционирующее Какое-то Что-то никого нет А над ним Вот обратите внимание Видите? Где кондиционеры висят Там Отверстия и контуры какие-то А, да Да Такие синеватые, да Контуры И выше, и ниже А, вон, 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 вон Да И вот здесь Под этим окном Вот так Шла надпись Одежда Женская одежда Вот Магазин женской одежды И вот так надпись была Татьяна С такой фигурной буквой Т Вон она даже осталась Ее очертания Вот И, собственно, так С чьей-то легкой руки Микрорайон Так и назвали Все, на Татьяне Вот мы живем на Татьяне Поэтому Первый мой рэп-коллектив Назывался Ти-эн-эй Склад Татьяна Татьянка Татьянка Татьянка, да Типа Вот Как-то Больше на большее Ума не хватило Татьяне Уже не отмечали Ну, мне кажется Ну, мне кажется Что Татьяна Надо песню сделать Не, есть? Что-то там Нет Вам надо Конечно Да я здесь уже не живу Уже давно Да, да Но практически Ничего не изменилось За исключением того, что стало во дворах теперь. Уютно? В дворах можно жить самому и с детьми, и с кем угодно. Потому что, когда я рос, это все только разрушалось. Была хоккейная коробка, бах, не стала хоккейной коробки. Когда-то, ну, то есть мне было 8 лет, я хорошо помню, меня мама поставила на коньки, и я, значит, давай кататься. И ты мог прийти на хоккейную коробку, включить на ней сам свет, она освещается, местные жители все следят за льдом туда-сюда. И вот с годами, как это, с середины 80-х, ну, с конца уже, и до середины 90-х, я прям отчетливо помню просто деградацию всеобщую. Просто как люди становятся, сначала перестают здороваться друг с другом, потом перестают вообще знать, кто вокруг тебя живет. Двери эти многочисленные, железные, появляются везде вообще, повсеместно. Понятно, что там вчерашний одноклассник вдруг резко облотел, и вот это вот, слышь, блядь, вот это начинается. В смысле, ты что творишь? Ну нет, ну вот прям это было повалено. Ты мог подниматься домой, это прям реальный случай с моим товарищем, с Витькой. Просто его вылавливают типа на его, прямо на этаже, сука, у лифта, в собственном подъезде. Типа, там, знаешь, на класс, на два класса старше. И просто валят, просто убивают его нахуй. А за что? А просто так. На деньги? Ну, просто синие. Или так? И приговаривая, бей своих, чтоб чужие боялись. Вот так. Натурально. То есть, у людей вот этот плавленный сырок в голове в тот момент. И это поголовно. То есть, ты не можешь там, грубо говоря, заняться чем-то таким, что, например, у пацанов не вызовет одобрения. Потому что просто нахуй завалят. Ну, просто начнут, блядь, бить, втаптывать. А никто же не соизмеряет, особенно по пьяной лавке. Очень многих людей так и забили, наскорбе. Как ты думаешь, почему так происходило все? Ну, мне кажется, это вообще, в общем и целом, вместе это я, вот, по моему убеждению, это очень сильно зависит от деградации образования в целом. То есть, разрушается образование, и хоть, ну, хоть какие-то... Что нам сказал Борис Николаевич? Обогащайтесь, блядь! Все! Вот она, парадигма. Вот он, блядь, обогатитель наш. Ее до сих пор никто не менял. Обращаю ваше самое пристальное внимание. Обогащайтесь! Наши национальные идеи до сих пор, ребят. Ну, как бы, как не верти. Можно ее чем угодно драпировать, там, ну, вы знаете. Но она до сих пор. Тащи просто все к себе, под себя, под себя, под себя, вот это вот, пока нахуй не лопнешь. Социальное тоже никто не отменял. Все хулиганы, которых, ну, например, я даже знаю, это были какие-то, ну, безденежные люди, которые завидовали другим. То есть, я мог себе позволить там какие-то кроссовки, а мне говорят, ты зачем такие кроссовки надел? Нельзя. Сейчас мы тебе ебалом надел. Вот и все. Ну, только еще социальные деградации тоже. Безденежные. Вот и все. То есть, какой-то гетто-плейт вообще. Вот это была школа. 505-я, я в нее пошел, там, малышом 7-летним, и в 10-м классе меня из нее выставили. А почему выставили? Ну, потому что хуёк подзабился уже. К 10-му классу ты уже начинаешь многое понимать, ты видишь фальшь какую-то, лицемерие. И 10-й класс, это буквально, ну, это мой 99-й год. Я вру. Какой 99-й? 96-й, 7-й. Вот это промежуток. Все, а у меня уже рэп в голове. У меня... Обогащаешься, да? Да, у меня уже девочки какие-то. Мне вот это уже интересно. Да, мне кайф там с девчонками. Сеградация образования происходит. Рэп в сайт и так далее. Да, а здесь своей дорогой все. То есть, потихонечку. Учителя увольняются один за другим. Ну, и так далее. А сейчас это здание, оно вообще представляет собой архив департамента образования, если не ошибаюсь, московского. И свет в нем загорается вечерами на первом этаже. Может быть, иногда. А так оно стоит просто вот как такой молчаливый монумент прошлого. Вот она, на самом деле, прям такая вот и осталась. На самом деле, прям в точку. Прям мертвая. Да, даже вот обрати внимание, все окна еще вот... Я эти окна красил, чистили мы их там, заклеивали на зиму. То есть, что, да? Ну, в том формате, вот этот цвет клинтусов. Это старые деревянные окна, да, которым уже пизда просто натурально. И вот эти решетки, которые на первом этаже, здесь жила преподаватель немецкого языка. Моя просто прям, ну, я думал на немецком языке. Я просто был лучшим учеником. Я разговаривал на нем свободно. Потому что меня учил правильный человек. Духовский Вячеславович. И ей негде было... Ей негде было, ну, грубо говоря, просто человек-преподаватель высокого класса. У нее нет жилья. Она живет в школе, например. В школе жила? Да, вот первый этаж там, вот те два дальних окна с решетками. Вот эти на втором этаже с решетками, это был когда-то класс информатики. О, боже мой, компьютеры первые. Чтобы не спиздили. Конечно. Решек, да, наварили. Ну, и так далее. А так вот она как была, как я из нее в десятом классе как бы ушел, так вот она и... Агрессивная школа была у вас? Вот это, кстати, не очень. Да. Вот та, которая была там, ближе к автозаводу, там уже, да. Как раз к тамошнему физруку, говорят, частенько захаживал в гости Дмитрий Чкалов. Первый скинхет на местности, да. Известный человек-пароход, блин. То есть это как в этом школе этой, Гай Германики, где физрук был с кином и подбивал. Прям один к одному. Вот прям вот так и было. То есть там вообще ничего с потолка не взято получается. Нет, похоже, нет. Это, видимо, было вообще много где. Подожди, а ты германика, которая школа? Да, да, да. У нас брал с этого, с гвардейской школы. Да? А, ну вот, пожалуйста. Вот на краснухе. Просто в противоположном углу округа. Вот та же самая история. Это был завод игрушек «Огонек». Из пластика делались фигурки солдатиков. Зеленые, вот эти коричневые ковбои. Кто постарше, те помнят. И наши особо ушлые граждане нашего примерно возраста или постарше, кто-то даже, ну, особо дерзкие лазили туда, воровали оттуда мешками этих солдатиков. Единственный мой в жизни кусок, первый и на данный момент единственный, вот на этой площадке. Сейчас там уже нихера не видно, все заросло, заставили гаражами. Но я подозреваю, что рисунок до сих пор там. И что там написано? Сейчас, дай бог. Блин, ну вот, ну, кстати... Не, первое, кстати, первое мое граффити, слово «хуй» в человеческий рост было в школе, да. Пластилином на стенах, которые масляной краской подкрыты. Секрет открою. Если взять пластилин и начать им рисовать, его же хер смоешь. Он не смывается практически. Но не суть. А на... Этот кусок состоял из двух слов. Звучала, это была английская фраза, our streets. Ну, типа, наши улицы, вся хуйня, T&A, вот это все. И... Татьянка. Татьянка, да. И это, собственно, вся Татьяна, вся молодежь. Я помню, мы собирали деньги всем миром на эти баллоны, чтобы на южнопортовом рынке автомобильном эту аэрозоль купить. Чего-то не хватило. Там, кэпы у этих, у баллонов, у банок, да. У них все время, ну, они одинаковые. А тебе нужна линия потоньше. Вот как быть? Сейчас, я полагаю, уже существуют... Скильники. Люди, да, уже свои, у них целый набор, и раз, поменял что-то. А тогда же ничего не было, и что? В каком-то французском фильме про хип-хоп я вижу, как французские граффитосы пользуются иглами от шприцов. Вставляется он острием туда, снаружи вот эта пластиковая насадка, которая на шприц надевается. Эту пластиковую насадку обжигают зажигалкой, и у тебя получается башка с тонкой иглой, и ты уже можешь, ну, у тебя линии уже разные. То есть вот такие какие-то продвинутые штуки были. Извини, меня не подарочный сертификат подарили в граффити-магаз. В граффити-магаз, да. Ты что, до граффити-маркетов еще лет 15 было в тот момент. Это старость, друзья. Это через шприцы надо было пройти это все. Что-то раньше все через шприцы было. Все-таки иголочками пользовались, да, получается. Есть один ресурс в интернете. Там люди что делают? Они из семейных архивов достают фотографии. И потом накладывают это на современную гугл-карту. То есть ты можешь ткнуть на улицу Трофимова и увидеть фотки улицы Трофимова в 50-м году, в 62-м, в 73-м и так далее. И вот это все, то, что мы сейчас здесь видим, вот это запруженная часть Москвы-реки. То есть вот туда и вот туда шло течение. Зилы еще не было, Андропова еще не было, проспекта. Это все было вот так одной рекой. Соответственно, между той частью, которая осталась там и здесь, между ней существуют две трубы. Одна идет вон в том углу, вторая вон в том углу. Вон они, шлюзы, их видно такие. Он использовался для чего? С него забирал воду вот эта ТЭЦ Зиловская для охлаждения. А оттуда скидывали кипяток. Однажды что было? Летом. А кипяток оттуда, ну то есть это не... Это из радиаторов, это из радиаторов, я шарю. Это тоннами вода идет сразу. Тоннами заходит кипяток. Вот эта рыба, которая вся была здесь, она вся плавала на поверхности, развороченная. Ее разворотило, блядь, от этого кипятка, да. А однажды какую-то промывку, после промывки котлов соляную кислоту спустили. Два пацана не успели выбраться. Прям погибли нахуй. Вот с этого козырька. Любили очень все нырять летом. При этом тут по кругу везде до сих пор стоят. Купаться запрещено. Неспроста, разумеется. Ну и, конечно же, вот в том углу, вот около того шлюза, по весне, когда чуть-чуть падал уровень воды или, ну или как-то вот что-то происходило. Пятками кверху влывали? Нет, появлялся островок такой песчаный. То есть ночью, ну, отходила вода и там близкое дно очень. Конечно, мы все вездюками спрыгивать на этот островок, ходить, с сапогами лазить в воду. Ну и я в очередной раз просто хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, земли больше нет. И я прям как был, апрель месяц, как был, весь в одежде, просто ухожу под воду. Единственное, что меня спасло, это рука, которой я успел зацепиться за решетку. А там течение, да? А там течение меня тащит. Но самое смешное, что трубы-то тоже закрыты решетками. То есть меня бы прибило к этой хуйне, ни сил, ничего. Ты под водой, с головой. Ну сколько? Минуту, наверное, продержался. Ну и все, и привет. Кое-как я выбрался, ну, конечно. Самое главное, не уплыл бы никуда. Да, там бы за решеткой, блядь, придавленной. Маме принесли бы, да, потом. К счастью, я пришел своими ногами. А сверстники стоят и хохочут. Это вот, кстати, первая детская психотрама. Люди, которые тебе улыбаются, тут же готовы, ты вот и тонешь, а и поебать. Смотрите, блядь! Смотрите, блядь! С праздником, мужики! С тем гордостью! Ну, с прошедшими, получается, да? С прошедшими, да. Уже просто сдвигают нас в сторону, говорят, подвиньтесь, дедушки, мы сейчас всем покажем. И они покажут. Бля, кстати, очень приятно то, что старшие, говорят, так молодом поколении подтягивают, прям всячески поддерживают. Движ без этого вообще невозможно, мне кажется. Откуда, ну, вы музыку в основном брали? Откуда вдохновлялись? Все так же. Сначала ты слышишь американцев, тебе хочется, как у них, и начинаешь рыть сам что-то. Сначала понимать, как это сделать. Вообще, вот физически, вот ты, типа, чел, тебе там 19 лет, и ты не понимаешь вообще ничего. Но тебе очень хочется. И это же волшебная сила. То есть, когда тебе очень хочется, ты находишь любые способы. Там где-то взял бочку, там где-то взял, вум, сам где-то что-то ударил, записал. Кто-то пернул, кто-то крикнул, да, и все, и прям из говна и палок. Получается, какой-то там очередной шедевр. Но, опять же, как Кит говорит, что каждый равняется под того, чего он видит. Да, кто нравится лично ему, да. Они вот делают, да, нравится, хорошо, но это не мое. Мне нравится побыстрее, чтобы там побольше бочек было и того подобного. Каждый, опять же говорю, равняется под того, что он слышал. Конечно, сейчас вот все так красиво, как-то, ну, в 19 лет явно так не было. Нам, наверное, будет интереснее послушать в вашем контексте про Павиан Рекордс. Павиан Рекордс, кстати, в чем сходство? Павиан Рекордс располагалась в здании гостиницы Орехова на последнем этаже. Дом приблизительно подобной планировки. И сама студия, где записывались мы, она находилась в бывшей кухне и ванной. То есть, ну, как это часто бывает. Кухня и через стенку, да, вот. То есть, там даже сама ванна сохранилась. И на дне висел микрофон. Шумоизоляция вот эта из всего подряд. И вид был примерно похожий. Точно так же вот на, типа, смотришь, и у тебя за окнами южный округ. И у тебя все, ты вдохновлен. Теперь все дома ли я делаю, да. И здесь сейчас, наверное, аппарата, если не больше, то едва ли меньше, чем было тогда на студии на Павиане. И аппарат этот, короче, конечно, гораздо более продвинутый. Вот. А так все, да, из говна и палок в серии пришел. Я хочу, чтобы вот, вот я принес три звука. Я хочу на них что-то сделать. Ну, давай, делай. Ну, вот так все и происходило. Битоз, который сейчас, у вас постоянно, да, вот такая мыска играет. Уже разговаривали об этом, это чисто ребята, которые... И прям натурально, как будто... Ребята на Дом Хантис выросли, и у них все выпуски хуящие. Да, да, да. Метя акцемплируют, прям срезают на него, нахуй. На метя не дам. Ну, к слову, кстати, лучше, мне кажется, ничего и не подойдет. У тебя еще видение, картинки такое, что эти биты садятся, они прям как родные вообще. Если битоз на стул, а ты так просто вы издалекаетесь. Главное, чтобы не на два. Покажи этого продюсера. Какой кадр сделался? Нужно, короче, китусь сесть за стул. Так. И Роман отойдет, и это будет смотреться, как будто сейчас мы на Девджем находимся. Девджем Рекклз. Сейчас будем пробовать, друзья. Это же просто была мечта идиота такая детская. Ты, значит, весь такой нарядный, на хип-хопе, в окружении аппаратуры. Мечты сбываются, друзья, мечтайте. Слушай, а вот сразу не отходя от кассы. Сейчас вот всякие возможности есть, там, печатать, всякие штуки. А раньше как? А как придется? Ну как? Да никак. Не делали ничего такого? Да. Первый мерч с изображением чего-то юговского появился 20 лет назад, да, в 2003 году. То есть мы начали в 98-м югами еще. И вот первый мерч удалось сделать только через 5 лет. И то это было такое, знаешь, ну, этим даже не я лично занимался. Это делал наш тогдашний продюсер, ну, его лейбл Respect Production. И все. Вот только так. Так, чтобы ты сейчас сам, например, там, у вас есть там ваша линейка. Или там доп.найтис, например, Антоха делает. Да хрена, лысая. Куда ты там пойдешь вообще? Ну, то есть нужно было знать какие-то коны, каких-то людей. А главное иметь бюджет. Теперь что? Теперь что? Ты можешь создать предзаказ, да, собрать какие-то средства и на них напечатать. А тогда нет. Тогда, пожалуйста, 100% занесите. Потому что что? Потому что кидняк, обман и так далее. Вот и все. Поэтому либо сиди без мерча, да. Либо мы идем на рынок, да. И ищем что-то, что уже сделано. Все верно, да. Слава богу, друзья, что мы живем в 21 веке, 2023 год на кону. И мы вам напоминаем то, что вы можете поддержать наш канал напрямую, купив мерч. Смотрел, да, этот выпуск, прям, блядь, проникся очень. Сегодня прям я сделал дела за лифтой. Нативная реклама, охуенная студия, пиздатый вид. Чуваки знают, что такое андеграунд. Вот так вот, просто с легендами за руку. Я думаю, что дальше сами расскажут. Это Dog Nightings и хорошее битло здесь. Слушайте релизы везде, где хотите, что хотите. Бумбэ, вообще лютый хип-хоп. Прокачает каждого просто. От мала и до велика. Так что слушай, Dog Nightings, Blood Master Cut здесь. Мы так и будем ходить просто бесконечно. Так ходить мы не будем. Мы будем особым путем ходить, во-первых. А во-вторых, еще одна часть. Валим на краснух. Она же красногвардейская. А что там будем делать? Шашлын, шашлын, шашлын. Шашлын, шашлын. Шашлын, шашлын. Шашлын. Перенеси нас на машине времени. Мы же люди, мы же старые пердуны. Был скинхеды свои, были чужие и того подобное. Были чужие, которые давали пизды. А был скинхед, который жил в соседнем подъезде. И мы частенько с ним встречались, когда шли, то ли он с работы шел, то ли еще откуда-то, ну, встречались именно друг против друга. Ну, драк не было никаких, но когда он видел меня в широчах, мы все время плечами прям так, бах, и дальше проходили. 5, 6, 7 раз, наверное, там, ну, вот так вот было. И в какой-то определенный момент я поменялся в одежде, я стал носить брюки, штиблеты черные, рубашечку черную, очечки черные. Вырос из этого всего, что ли? Что-то, что-то, тупак времен All eyes on me. Да, а он идет напротив меня, только в спортивке, полностью. Уже на спорте. И когда мы друг друга увидели, чисто просто охуели друг от друга, и не плечами, ничем, просто прошли мимо. После этого мы... Все, конфлик субкультуры исчерпан. Все, кто-то в армию пошел, а кто-то отошел. Но многие в основе и сейчас. Был день рождения у моей супруги. Сидели за столом. Неожиданно я узнаю, что сегодня будет пати происходить, рэперская. Ну, я, естественно, матушка, и говорю, поехали, посмотришь, как сын отдыхает. Вы чего-то интригуете. Она сначала нет, 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 но, короче, мы ее уговорили. Мы приехали туда на трех машинах. Притом же, ну, у меня там был плюс один, получилось, что плюс одиннадцать. Всех пропустили, все нормально, все хорошо. И там были ребята со Смоленска, которые эти... Как у них группа-то, я уже забыл. Pure Emotion, точно. Вот, и у них в составе, короче, черные парнишки. Соответственно, у нее тоже были черные парнишки, друзья. И вот мы там все вместе встретились. И ты тупак. И мы, соответственно, нет, соответственно, ну, мы не попадаем в VIP, потому что, ну, мы просто приехали. Но они все с VIP-ов пришли к нам. Потому что мы освободили барный, эти, барный, где вот бар был, освободили все столики, заняли только мы. И мы там устроили свою вечеринку. Тогда еще допотопные телефоны были эти, Sony Ericsson и того подобного. Даже где-то там, в каких-то у меня там закоулках, есть фотография, где как раз матушка сфотографировала снега. Матушка, она приехала, говорит, охрененно. Остров мечты. Отдельная песня. Зима, декабрь, 96-го. Я с товарищем возвращаюсь с Коломенской на Автозаводскую. Многие, кто жил в этих местах, знают, что у нас там и автобусное сообщение тоже есть. Поэтому едем, ехали, значит, автобусом. 16-летние раперки, мы худенькие, дрищеватые. Вбок. Да. Избу везут. Ну, как подкрадется, не заметен. Ну, собьет, блядь, и... Ну, два хмыря каких-то, в общем. Но они явно старше, явно больше в габаритах. И они начинают просто до нас доебываться. Че, пацаны, че там, как дела-то? Ну, а мы рапера прям на шмоте. Как сейчас помню, с трудом добытая фирменная куртка Chicago White Socks у меня была. Я прям гонялся за ней, раздобыл, гордился жутко. Ну что, все закончилось тем, что на ближайшей остановке нас просто вытолкали из автобуса. Эти два типа угрожая перышками. А насколько они серьезные были в своих намерениях, мы знать не могли. Особенно, когда 16 лет, и ты в такие ситуации, в общем-то, и не попадал никогда. Друг-то мой молодец, как дал с места. Так я его и видел. Ну и под страхом расправы был вынужден с этой курточкой я расстаться. А остановочка-то, теперь там ход в остров мечты. Кто не знает, дорогие друзья, это детский комплекс развлечений. Да, да, наш московский Диснейленд. Моя школа и здесь мы познакомились с господимом Винтом, царственным универсным. Скажем так, отсюда как раз и началась связь с югами и с хип-хоп-культурой. Да, вот, в принципе, и все. Ну, а что вы тут делали вообще? Тусовались, получали пизды вот от этого дома. Да? Здесь гопота, да, живая. Вот они к нам приходили периодически. Давали нам пиздилей, вот где-то вот в этом районе меня вот отпиздили. Ну, а потом мы повзрослели, их отпиздили. В итоге, короче, после этого тот человек, который меня пиздил, стал другом. Каждый раз напивался и извинялся на то, что в детстве он меня пиздил. Чуть менее аккуратно все выглядело, да. Фонари вряд ли горели. Да, были ворота только без сетки. В остальном ничего не изменилось. Школа как была желтой, так она и осталась. Моя любимая школа. На роликах там слайдили по перилам. Мы даже не знали, что это такое. Это как всегда было. Да, это были как раз времена, да? Начало 90-х, да. Пять, по-моему, лет назад, если я не ошибаюсь. Вот, поэтому особый дом, начало моего движения. Вот, собственно, и все. Зачем я вас сюда притащил? Здесь, как я и говорю, что ничего такого примечательного нету. Дом, 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 дом. Слушай, а у вас кого больше было, металлистов или рейферов? Где, в тусовке? Ну, здесь, по местности. Гопов? Больше гопов, ну, быков, бык. Да, это вот термин тех лет, да. Не в панке здесь, они вообще не прижились. Здесь у нас окраина, здесь только бычье было. Им было здесь выгодно. Мы, как могли, придевались. Некоторые ломались, сразу говорю, да, были, вот, здесь было, я могу сказать, с этого дома, было два человека, которые сначала слушали рэф, потом перешли в бычье. У них как-то сразу же, грубо говоря, с тупака они перешли на круга. Просто, в принципе, параллель. Да, все, прям, плыть по течению решили. Вот он, да, он здесь был рэпер, в одночасье что-то ему не понравилось, он уже в спортивной одежде, там, с цепями на шее и слушает круга, все. Шуфутинский круг, и потом будет. Ну, как вы вообще его называли среди своих? Флорь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько тебе сейчас лет? Прямо сейчас. Сегодня 6 июня. Год 2023 от Рождества Христова. И 30 мая этого же года, неделю назад, мне исполнилось 43. А все туда же! Слушай, ну а чем ты занимаешься, помимо музла вообще? Надо на что-то же жить, правильно? Вот музло, собственно, и тащит в основном. Трудовую книжку тоже никто не отменял. Вот она тоже в одном определенном месте мается. Это связано, это ничего интересного, это связано с жилищно-коммунальными услугами. Такое муниципальное учреждение в одном из округов Москвы. Где люди сидят? Нет, где люди сидят, я же там давно не работаю. Я с 2007 года уволился из структуры самой. А в самом изоляторе я работал с 99 по сколько, 4 года, по 2003. Всю дорогу. Это-то там много интересного. Нет, еще 4 года потом уже находился на одном из адресов, где находится управление ФСИН, где уже генералитет, вот это все, то есть документ, документооборот и прочее, прочее. То есть руководящие какие-то структуры. То есть уже не в поле, а, так сказать, в центральном аппарате сидел на жопе ровно, на графике, иногда, внимание, сутки с семеро. Это где ты работала уже? Садовая, Сухаревская, нет, там есть здание, оно известное достаточно, да, на углу с Олимпийским проспектом. В нем я сидел на телефоне, грубо говоря, ну, то есть в дежурной службе. Ты с арестантами не пересекался? С арестантами я пересекался, будучи жандармом, да, в следственном изоляторе, в специальном следственном изоляторе номер 1 в СИН России, прямого подчинения. Самая красная тюрьма, наверное, на свете, как ее только можно представить. Ну, то есть, вот, по крайней мере, в годы моей работы там. Ну, и как тебе рапировалось там? Ну, а ты знаешь, как-то параллельно. Ага, то есть, ну, ты такой, типа, люди же к всему привыкают, ты просто пришел на работу, сонно повесил дубье, черемуху, у тебя набор ключей, и ты пошел выполнять свои функциональные обязанности. Черемуха сразу в глазах аж зажгло. Да, но вот, ты знаешь, единственный раз за 4 года, что я работал, один раз всего пришлось с пояса снять дубину и держать ее в руке. Это было одно легкое происшествие. Два арестанта, оба бывшие военные, там, с серьезной подготовки, ну, один явно старше, второй явно моложе. Ну, тут конфликт возрастов случился, и они, ну, так аккуратно друг к другу прописали в щи, умеючи, и разошлись. Но моя задача, поскольку я все это вижу, кнопочку нажать, дубиночку снять, все. Что я могу сделать против этих людей? Конечно, вопрос десяток. Вот, особенно в той своей кондиции тех лет. Я в 22 года выглядел хуже, чем сейчас. Сильно. Это как? А прям вот, ну, пизда вообще. Наоборот. 102 килограмма почти. Это прям, ну, просто очень некрасивый и ненужный 102 килограмм. Прям... Ну, вот в клипе, кстати, еще один день, который мы сегодня вспоминаем уже не первый раз, можно прямо увидеть мою актуальную форму. Это где-то за полтора года до критической точки. То есть к 23 годам я имел совершенно не очень презентабельный внешний вид. Ну, то есть я смотрю фотографии этих лет, ну, там больной человек. И действительно, я себя хуево чувствовал. Постоянно какие-то с ЖКТ проблемы. То есть почему? А потому что я любил водку. Да, сильно. И... А когда мы любим водку, мы любим жрать все подряд. А на работе на такой, как работать? Без водки? Ты знаешь, оно вполне себе работалось до момента. Ты не нервничал там? Ну, как, это нормально? Немного, конечно, ну, начинаешь испытывать какую-то деформацию личности, потому что, ну, вот как люди ездят в офис, ты так же ездишь в тюрьму каждый день, добровольно. Куда-ка, ну, а вне в тюрьму. Да, 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 а иногда и шесть дней в неделю, потому что, ну, есть особенности, грубо говоря, там, ну, не работы, да. И есть определенная смена, которая должна работать ежедневно. То есть прям всегда вообще эти люди должны быть. Вот, я как раз в такой смене и трудился. Ну, вот, но чтобы к вопросу о... Да? Они. Здравствуйте. Да. Все, спасибо, парни. Паузу пока. Не, это уже нет, потому что сейчас... Сейчас узнают. Сейчас на моем месте, да, они, по большому счету. Сейчас узнают. Как мы были в 2000-е, сейчас вот блогинг, да. Блогеры, мне кажется, это новые рэперы. Ну, если вот... Потому что рэперы уже не так интересны. Нет, фоткаем. Ты не фоткаешься? А можно сфоткаться, пожалуйста? Да давай, что, нет? Спасибо. Конечно. Есть на что? Все, окей. Спасибо. Спасибо. И к вопросу о... Ну, все мы помним, да, разгоны о пытках в колониях, в следственных изоляторах, бла-бла-бла. Глупо отрицать. Но, вот как раз к вопросу об этом. То учреждение, в котором работал я, оно немножко необычное. То есть люди, которые там содержались, их не повезут в стандартный. Там, Централ, в Матроску, в обычную, там, или в Бутырку. То есть они обычно, если заезжают туда, то там немножко другая жизнь. Во-первых, ну, то есть это самый режимный, наверное, вообще объект. И самый режимный изолятор, мне кажется, в России. Я, конечно, ну, сильно дальше Москвы, поэтому по этим вопросам не уезжал. Но со слов тогдашних моих коллег из других регионов, ну, там сиди удавались. Да и что говорить, заезжающие к нам гостить очень авторитетные люди в уголовном мире поражались увиденному. Как сейчас помню эту фразу, ебать Централ, сказал вор в законе. А каково было удивление, в какую степень? Удивление, естественно, ну, в том плане, что это, во-первых, никакого перенаполнения в камерах. Даже свободные места есть. Люди все сплошь, ну, то есть, чтобы было понятно, 8 из 10 арестантов там в тот момент содержались по экономическим статьям. Деньги имелись у людей. Деньги, да, да. Это те, кто что-то взял, не у тех. То есть, там плюс... Молодец, переходим к шелычку, блядь. Ну, все, все, заканчиваем. Насколько разные люди могут попасть за забор, и насколько много людей, которым бы надо там быть, по-хорошему, да. А они, наоборот, все здесь. И, то есть, очень, очень все неоднозначно. Нельзя мазать там черной или белой краской исключительно. И, грубо говоря, чтобы было понятно, возвращаясь к вопросу, да, вопросу отношений, то есть, отношения к людям, содержащимся под стражей, конкретно в этом учреждении, было таково, что, ну, то есть, любое грубое слово в адрес арестантов, хоть какой-то конфликт с персоналом. И, ну, то есть, мне обеспечено, допустим, меня будут таскать по опероотделу, не знаю, неделю. То есть, там прям мое почтение. Там человек мог... Ну, то есть, я там видел бывшего министра юстиции среди сидящих. Бывших десантников, которых по делу Холодова обвинение было. Убийство журналистов Холодова в 90-е, которого взорвали в редакции МК. Каким-то образом под это дело подвели начальника разведки ВДВ и его каких-то, ну, ближних соратников, офицеров. Вот их я там видел. И, господа, конечно, разбойнички. Прям натурально. То есть, вот, одного человека просто... Он был дико вежливый. Приблизительно 2-10 роста. Огромным... С огромным количеством татуировок с таким пропеллером. А-а-а. Ну, видели, наверное, да. Летчик. Возможно. Четыре буквы Г там. Что-то такое. Я не знаю. Мне кажется, он мог бы выступать среди вот этих спортсменов. Там какой-то просто чудовищный рельеф, какой-то чудовищной силой руки. Его вводили вчетвером. Он всегда был в наручниках и руками вверх. И при этом каждый из этих четверых всегда... Ну, вот мы все были уверены. Если он что-то захочет сделать, мы будем вдесятером ему поебать. Это так, антураж был. Он нас поломает. Четверо антураж. Он был абсолютно верным. Он с нами никакого, ни единого грубого слова. Здравствуйте, до свидания. Спасибо, пожалуйста. Все. И, ну, соответственно, отношение такое же. А в уголовном деле у человека, например, любимое оружие было. Блядь, топор. Блядь, так. Решал вопросы, да, человек под топором. Ну, вот такое. То есть, и вот такие контрасты, они вообще обо многом заставляют задумываться. И о себе в том числе. Там о себе много узнаешь. И о людях, и так далее, и так далее. Что о себе узнал вот? О себе? Ну, пожалуй, самое главное, что... Ну, не надо о себе дохуя думать. Переоценивать себя нельзя, это точно. Нужно как-то стараться, ну, настраиваться на какую-то такую волну. А что, если вдруг? Ну, потому что там, по большому счету, если разобраться, то есть для обычного гражданского человека это все время состояние повышенной опасности. Всегда. Мало ли что. А вдруг там люди какой-то бунт сейчас устроят, и все, пиздорез, и не пойми, что случится. И вот как-то вот на эти вещи приходишь. То есть вот всякое мелкое, оно начинает осыпаться вот этой вот пылью от тебя. Бля, интересно. Ну, вот как-то так, да. Наверное, это схоже с тем, что испытывают люди, попадая в любые стрессовые, долгие стрессовые ситуации. Не знаю, стихийные бедствия, боевые действия. Все, что хотите. То есть, когда ты долго в стрессе, вдруг внезапно ты начинаешь ценить какие-то вещи. Ну, бля, то, что ты можешь дышать, то, что можешь ходить, что ты видишь обоими глазами, слышишь обоими ушами, ну и так далее. Вот такое. И все это, соответственно, отпадает, отпадает, отпадает. Ну, копаешь в себя. В двух словах вообще про Винта, ну, про его смерть, наверное. Ну, так вышло, что ни я, наверное, ни Дима там не присутствовали. Это вот, это, по крайней мере, точно. А дальше тут у всех по-разному. В последнее время, когда перед смертью Винта, ну, пару раз мы с ним общались. Пару раз было, мы где-то встречались, что-то там обсуждали. У него был друг, тоже с моей, кстати, с моей тусовки был друг. Они вместе работали. Всех там нюансов я не знаю, честно говоря. Может и выпивка, может и предположить, какой-то болезнь. Ничего конкретного сказать не могу. Просто в одночасье человека не стало. Ну, у меня много таких тоже не стало. У меня также и брата в одночасье не стало. Вот. Зачадывайся. Да, у Ленки и сестры не стало. Все, все бывает. А каких-то либо там прям вот, все, там алкоголь, нет. Сразу говорю, ребята. Я могу сказать, я алкоголь тоже пью. Ну, что-то как-то пока все нормально. Пока. Худ су су. А в остальном, еще раз говорю, не знаю. Да, очень жалко. Не стало такого человека, талантливого. Можешь что-нибудь вспомнить про него хорошего? Только мы как-то, будешь так устроены, что плохое это вспоминать. Уже как-то оно и не помнится, да. Жизнь короткая, и поэтому, ну, мне кажется, это вот так механизм устроен, что остается только, ну, что-то светлое. Вот, что не отменяет, конечно, и... Про винтаж, что можно сказать? Веселый человек был. Всегда веселый. Был на позитиве. Я не помню, чтобы он когда-либо грустил. В самом начале, я тоже помню, это вообще был человек-бодряк такой всю дорогу. Первые, наверное, пару лет, вот до его ухода в армейку, когда мы, ну, начали уже, грубо говоря, срастаться в Югов, он был локомотивом всего движения в тот момент. Он, во-первых, единственный из нас работал. А это что значит? Это значит, что... Да, это и важно. Что, да-да-да, что он мог оплачивать, ну, подкидывать бабок на студию, что, конечно, очень хорошо сказалось на появлении нашего материала. В нибудь финансовой составляющей, которую обеспечивал ВИНД, возможно, мы бы еще, ну, хрен знает сколько бы, мыкались-мыкались, а может, и бросили бы все. Поэтому, да, помните только хорошее всегда. Всю дорогу. Мечты сбываются, если для них хватает времени, а времени хватает до тех пор, пока никто не умер. Ты хочешь знать, как мои дела, пока никто не умер. Пока еще я не каплю на похорожай ссор. Бросил техникум, потому что нужны были деньги. Пошел на строительный рынок, Аширский двор. Отрабанил там, по-моему, лет шесть, я точно не помню. Были деньги, не было денег, были деньги, не было денег. То есть все было с периодичностью, да и нет. Потом что-то там уже рынок надоел, надо было что-то другое. То есть специальности как таковой у меня нету. Я без образования, скажем так, как у всех школу закончил, да и все. Мыкался-мыкался по всяким работам. Там работал, сям работал. Что-то пытался свое открыть, какой-то был небольшой бизнес, прогорел. Потерял деньги, опять на миле был. Это, кстати, как раз одна из тех тем, что были бы деньги, а может быть и в Югах был бы. Потому что да, они мне как раз сказали на тот момент, говорят, Дим, не можешь за студию заплатить. Нет так нет. Я говорю, ну ладно. На данный момент, благодаря своей жене, я устроился на другую работу, обычном рабочем. На данный момент я начальник и в подчинении у меня где-то там 230 человек, что-то я уж точно не знаю. На чем занимаешься примерно? Ну примерно. Производство матрасов. О, нихуяся. Там даже... Через себя матраска причем? Там, да, да. Я их убеглять просто беспокойно сплю. Это, во-первых, не через меня, а через мою благоверную, потому что я производитель, а на продажник. Вот. Со скидочками там, все это и тому подобное. Даже, скорее всего, если это видео посмотрит мои начальники, они в курсе всей моей деятельности и то подобное. Они даже могут и промо-код какой-нибудь там сказать. Вот так вот. Матрасы, вы знаете, где искать матрасы, ребята? Мы уточним. Самое главное, что это DIMAX. То есть, фирма называется DIMAX. Там можно аббревиатуру как угодно. DIMAX. 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 DIMAX опять-таки. DIMAX. 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 Без разницы, короче. Вот. Соответственно, да. Мне работа нравится. Кайф вообще. Как позитивно все вышло. А начиналось все в эпит. Мне работа нравится, деньги платят. Вообще кайф. Ну а музыкой когда-нибудь зарабатывать удавалось? Честно. Заработали мы один раз на, я не помню, на какой-то хрени. Коллаборация какая-то была. Ой, не коллаборация. По-другому как-то называлось. Сборник какой-то был. Мы были как бы хедлайнерами на этом сборнике. И по контракту нам заплатили 25 баксов. 25 баксов просто? Подписали вот такую типу бумаг каких-то там, блядь, контрактов. 25 просто баксов? 25 баксов. Не тысяч. 25 баксов, блядь. 25 баксов заплатили, короче. Живем нахуй. Да, и эти 25 баксов опять же ушли в студию. Мы записали там еще, по-моему, два трека или три трека. Я точно не помню. Все. Я больше на этом ничего не зарабатывал. Единственное, что все, что я получил, ну, позитивного, скажем так, морального удовольствия от вот этой всей культуры, скажем так. Бесплатный вход в клуб, иногда бесплатная выпуска, иногда, не всегда. Ну, и все, в принципе. Но мне больше не то, сколько я, что на этом должен был заработать, а мне больше, скажем так, я много людей узнал. Даже знакомые здесь на районе. Ну, вот его хлебом не кормят, да, и на кого-нибудь повъебываются. Хотя он вот такой маленький был, царство его небесное. Увы. Взял, спрыгнул. Зачем, почему, никто не знает, да. Также, я говорю, я был знаком с Удавым, серьезным, вайтхутайсами. Да, блин, круче, круче, там много-много-много народу было. Притом же таких они из этих, из Нижнего Новгорода, ребят, с злого духа, мы с ним тоже знакомы, с кастой. Ну, от касты я там вообще прикололся. Ну, с Лигой тоже были знакомы. Ну, они мне нравились, как сами люди. Я вообще люблю людей, всех. Мне нравится, скажем, с человеком общаться, хоть он будет, там, не пессимист, там, какой-то это. Мне нравится их слушать. И если есть возможность, подсказывать, что им там делать в дальнейшем, если у них такая, там, безвыходная жизнь. То есть ты психолог? А это волей-неволей приходится... Может, ты апостол? Нет. Своего рода. Ну, тут, знаешь, критерии другие. Это главное, где ударение поставить. То есть если... Нет, нет, только в хорошем смысле. Если меня все кличут Димон, то если ударение поставить в другом месте... Демон. Я много-много-много-много-много, очень много книг читал. Они исчислялись, то есть одну книгу в день. Это минимум. Бульварное чтиво, да, ну, там, всякие, там, боевики и того подобное. Но был замечательный случай, который... Я не любил, короче, таскать с собой в руках что-либо, какие-то пакеты, рюкзаки и того подобное. Надо было куда-то эту книгу засунуть. Соответственно, засовывал ее либо вперед, либо взад. Да, ну, как-то так, да. За пазуху, короче. И был такой момент, что нас останавливают милиционеры. И когда они меня начали обыскивать, они думали, что мы под чем-то или чем-то, там, не знаю, там. И обнаруживают твердый предмет за моей спиной. Они думают, что это пистолет. Они в панике, там, захватаются за автоматы. Что у вас там за этим? Говорят, медленно вытаскивайте. Я вытаскиваю. Хотелось бы со словами сказать это самое мощное оружие. Кладе знаний. И ты был бы прав. Да, был бы прав. Медленно вытаскиваю за пазухи, короче, книгу. Они смотрят на них, говорят, ты ебанутый. Я говорю, что такое? Они говорят, у тебя в зале, короче, книга. Я говорю, ну да. Они говорят, блядь, а что за книга? И, сука, вот там, блядь, короче, название автора Сергей Зверев. Я не помню, какая часть, но там, блядь, что-то там. А уже неважно, какая часть. Там мент, там какая-то хуйня, там мент в отпуске, что ли. Мент в отпуске? Сергей Зверев, мент в отпуске? Я не помню, блядь. Кто еще знает о ментах в отпуске, если не Сергей Зверев? Был такой автор, Сергей Зверев. А, ну так вышло, да? Но это не тот, который мы доняли. Не, это не пидор. Это не тот пидор. Сергей Зверев, наверное, тоже. Еще тот пидор. Золотой контент. И Марган Кинтон. Блядь, до устраечки было страшно. Вроде все обошлось. Это был первый момент. Есть второй момент. В свое время, когда первые сотовые телефоны появились, был Philips с движной антеннкой, неубиваемый нахуй. Полностью он неубиваемый к ебаной матери. Я сколько, блядь, терял, сколько он падал по хуям. Плавал, работал как не знаю кто. Он мне здесь мешается, там мешается, здесь мешается. Я его естественно на ремешке. В то время как раз я немножко переоделся в другую форму, не в рейперскую. То есть, у меня был, блядь, а-ля, короче, матрица, вот такой плащ. Я не помню, китович, не, уже... Наверное, уже нет. Как киллер, короче, одесса ты был. Да, черный, блядь, во всем черном, блядь. All black everything. Да, там голда какая-то висит, блядь, в черных очках. Я еду с Будунищем, нахуй. Каширский двор, блядь. Вот, Каширский двор, вот представляете. А там все там мусора стоят с автоматами, блядь. Им по хуям кто. Вот, вот, вот это вот тормози, тормози его. Документы. Ай, блядь, я тогда, я пять лет с собой таскал документы специально, чтобы они спрашивали. Я не знаю, почему у некоторых, когда я спрашиваю, говорю, документы есть с собой? Они такие, не, а нахуя, они у меня дома. Я говорю, как, а вас что, не останавливают? У меня было такое, что меня останавливали, блядь, раза четыре или пять на дню. Просто, блядь, я долбоеб. Вот, мне ебало какое-то страшное. Они мне, вот, все время оставили мем, все время паспорт. На, 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 на. И так же меня остановили. Запрещенные предметы есть? Я говорю, вроде бы нет. Давай. И вот, у меня начинают обыскивать. И вот, сзади он лезет. А там, аппарат, ебать. Вот, нахуй, блядь. Это что? Вот, нет, чтоб долбоебую сказать, что сотовый телефон. Что я делаю? Я беру, резко делаю вот так вот. Те, блядь, с автоматами. Ебты, ебанутый. Я, блядь, в шоке стою. Я говорю, что? Я говорю, сотовый телефон, что? Ну, они рыпнули. А я резко это все сделал. То есть, блядь, насмотрелся, блядь, все эти хуйни. Матрица, блядь. Ксс, номер. У нас такое тут местечко. андеграундная сегодня выбрана. Максимально. Конечно, не первый раз уже на канале, но тем не менее не делает его менее андеграундным. Так вот, я бы хотел вспомнить про такие темки, как Snickers Urbani, Adidas Streetball Challenge. В Urbani, смотрю, в Urbani лично я уже не участвовал, но был примечательный зимний концерт в Крылатском. Там было несколько дней, короче, первые там выступили, по-моему, те не выступали. Да, сцена под склоном, то есть там же сноубордисты, лыжи и вот эта вся история. Был один из дней, когда мы прям всей толпой были. Да, вот мы были всей толпой, должны были выступить, но тут приезжает большая толпа. Так мы, по-моему, успешно от выступали. Нет, мы не успели. Мы не успели. Мы не успели, приехала большая толпа бритоголовых и вот они со склона все бежали вниз. И стоял, ну, по крайней мере, визуально было так, что первый ряд стоят милиция, второй ряд стоят сноубордисты, третий ряд стояли мы. Там что-то они куда-то свернули, куда-то ушли. Менты? Не-не-не. Мы начали, естественно, в это время выбираться, ну, по крайней мере, как я помню, мы начали выбираться, вот. Начали выбираться и вот тут как раз они нас начинают... С фланга? Да, при том же, нашли с фланга, да. Ударили во фланг. Наши тусовки были все там, ну, Неймарс, Серджей. Ну, там прям, да, там толпа была. Рэп-рекордс вот этот тогдашний. Есть рэп-рекордс, грубо говоря. Вся банда, да. И вот тут начался замес. Там был замес пипец какой. Всех действий не помню, но это было там смешно. Там кто-то там говорит, иди сюда, там кого-то били, кого-то не били. Было смешно, но стычка была такая знаменитая. Сколько там, интересный человек был, как думать. Так, ну, потом уж по-любому обсуждали. Да их-то! Трудно было понять, а уже был вечер, да. Утраха было, конечно, естественно. Да, ты уже начинаешь видеть. Потому что они начали разбегаться, то есть, нас-то было много, там, ну, не знаю, там, ну, человек 30. Да, но мы кучкой, а тут люди расселись и начали с флангов заходить. Всех девчонок мы сужали за спиной, да. И вот мы как-то в окружении были, ну, не знаю, там, я вот перед собой, я перед собой видел четверых. Ну, там, ну, там, оттуда стахеи вылетают. Что-то летает в кого-то там МЭФ, кого-то газовым пистолетом, в щи прям треть. Человек просто лег. Уважаемые подписчики канала Дух Провинции. Если кто был на Крылатском, Сложите два и два. Скинхеды Крылатская. Кто жил в Крылатском? Пишите в комментариях. Надо? Надо ли оно? Очень даже может быть, что это именно, собственно, те люди-то и были известны. Крылатские. Крылатские, да. Очень известный крылатский человек. Ну, и в том числе, стритпол челлендж тоже отличался и драками. Всю дорогу. Обязательно. Нас после выступления коридором милиции выводило, чтобы на нас не напали, потому что они приходили всей толпой, они в нас кидали бутылку. У нас град бутылок был. Ну, прям летело, да. А там он даже попал, я не помню, как его зовут, прям в глаз прилетело. Это настолько численное превосходство было на тот момент у этих всех движений или как? Или... Скорее, мне кажется, знаешь как? Более людей, способных... Пиздол давать. На акции. А не петь. Было больше именно, да, в этих движениях. То есть очень часто к ним примыкали люди, кто просто... Ну, просто хотел драться, блин. Просто тупо, да. Просто хочется драться. А тут еще, ну, крепкая тусовка. И там, ну, идея какая-то есть, так же? И вот как-то, да. Они сплотились, выбежали всей толпой. И, знаешь, у них мотивация... Я не знаю, какая у них там мотивация была. Ну, то есть, возможно, там... Ну, возможно, меня не поймают. И все, и вот они всей толпой идут. Кого-то поймают, кого-то не поймают. Плюс, да. Плюс это сейчас можно, да. Ну, любой какой-нибудь происходит, какой-нибудь цугундер, и все. И всех просто очень быстро находят, потому что глаза везде. Телефоны у всех все слышат, все видят, и привет, да. Кто готов драться? Кто готов драться? Да, был, конечно. А там стритбол челлендж по эмоциям. Это самое мое большое впечатление было. Прямо... Да и мое тоже. Это пиздец. Это масштабная хуйня была. 40 тысяч человек. Когда выходишь на сцену, и ты видишь, что вон там заканчивается... Вон там заканчивается толпа. Человеческое море в темноту. Там все там, просто там все... И половина из них на Балахонах Ноте Байнаишн. Я выхожу... И они знают твои песни, вот что важно-то. А тебе 20 лет. Ебать... У тебя никакой защиты нет от этого. Как не потерять голову? Да. А как не потерять? Никак не потерять. И голова терялась с удовольствием. И вот первый раз, когда я вышел, я сначала потерялся. Ну, просто потерялся. Такой... Ебать, сколько народу-то... Но после того, как я... Это я помню. Я помню, что после того, как я просто сказал... Эй, йоу! Они такие, ебало! И в шоке было просто все. Пошло на ура. Дождик, блин, там все в шоке. Да самое главное еще, опять же повторяюсь, в толпе стояли мои родители. Они специально пришли, короче, посмотреть на это. И они говорят, и они сами были в шоке. Там мать чуть не проследила. Сказала, вся толпа пойдет новый день. А мать его одобрила. А чего добился ты? А чего добился ты? С помощью своей мамы. Блядь, это какая-то низкая хуйня. Да, да, да. Ну а что ж. После такого рассказа, после вот этих многотысячных людей, которые знали наизусть ваши песни, просто, конечно же, напрашивается вопрос, как распалась группа, почему так произошло, почему так, блядь. А по-другому это и не бывает. Всем известна, мне кажется, ситуация, когда даже два человека зачастую не могут найти, а тут их четверо. И есть еще свои нюансы. У каждого свои закидоны. Каждый в какой-то момент начинает смотреть в свою сторону, вот и все. Чем мы дольше не пытаемся найти общую точку соприкосновения, тем быстрее все сыпется. Секрет просто. Человеки. Человеческий фактор. Ну, сейчас все общаетесь нормально. Ну, плюс-минус. Ну, за исключением, наверное, только Витьке, потому что его просто не с живой. С днем рождения! Все друг дружку поздравляют в соцсетях. И то хорошо. Да это, между прочим, в наше время не часто, я бы сказал. Да, поэтому вот. Секретов никаких нет, никаких супер историй, что там кто-то, кого-то, куда-то... Ебал. Чья-то женщина, да, вдруг внезапно захотела к кому-то уйти ко второму, третьему, десятому, пятидесятому. Нет. Все намного проще и банальнее, и жизненнее. Парни, а вообще есть планы-то какие-то? Ну, может, по творчеству там, юбилей какой-то? Ну, по крайней мере, Югам 25 лет в этом году. Что-то будет в районе поздней осени-зимы. Некое мероприятие произойдет. Так это, что у нас буквально превью, что ли, вышло? Так точно. Ну, а где следить за новостями за всеми? Седьмая реклама за выпуск. То есть это рекорд, да? Мы уже, извини меня, прорекламировали бизнес семейный. Должны, что ли, уже? Нет. Да, в конце года что-то мы сообразим, будет мероприятие. Я усиленно работаю над этим вопросом. Парни, мы есть еще, конечно же, девчонки тоже и бабушки, скорее всего, если вы слушали Юг. Не без этого. А, ну, а тогда? Короче, мы у себя в телеграм... Обязательно, да. Маме привет отдельный. Да, да, да. Ребят, короче, мы выложим все в телеге обязательно. Репосты, вот это все мы делаем. Так что не проебываемся, подписываемся на телеграм-канал. Кому интересно, приходите. Антоха в очередной раз нам сделал кульминационное видео. Это у нас человек из Доп-Найн-Тинс. Это ничья не могила, надеюсь. Мне кажется, здесь костер палили просто. А углей-то нет. Ну чё, кайф. Большое мясо. Стонхендж, блядь. Идеи овладевают умами людей, заставляя их двигаться резче, делать глупые вещи. Но есть вечные ценности, более сильные, чем любые иные. Одна из них... Немало копий сломано в попытках примирить стороны. Немало мнений сказано и теорем доказано. Затем объявлены ересью недостойной доверия. Развеяны по ветру, на их месте созданы новые. Основой для этого является осознание чувства, что ты русский, а это сила. Родился в России, живёт в России, и здесь же умрёт только истинный патриот. Так вот, давно пора видеть шире, в смысле глубже и ярче, чем просто кидать камни в тех, кто думает иначе. Это не значит, что нужно брататься с кем попало, но важно, чтобы идея объединяла и результат давала. Всё. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова